В Тираспольском доме пионеров сегодня зажгли президентскую елку. На новогодний праздник в ДДЮТ пришли около 300 детей. Их ждали сладкие подарки и интерактивная игра от сказочных персонажей. Лол, Миньон и Бигфуд на сцене ДДЮТ показывают танцевальные движения для гостей. В этом году президентский утренник провели в виде интерактивной программы. Теперь можно не только посмотреть, но еще и поучаствовать. Причем и детям и взрослым. Абсолютно новая программа. Действительно, каждый ребенок участвует в этом утреннике. Он поет, он танцует, он играет, направляет зверей на экране, выполняет задания. Любимые детские персонажи предлагают своим помощникам на зрительских местах спеть популярные хиты, как в караоке. Видно, что маленьким и не очень гостям такой формат праздника по вкусу. Родители тоже оценили новый подход. Мне все понравилось. Детский праздник – это праздник родителей. Знаете, тоже спасибо огромным организаторам. Все очень было идеально, скажем так. Позвать Деда Мороза, зажечь елку – кажется, стандартный набор любого утренника. Но не все так просто. Сначала нужно собрать снеговика Олова и доставить его на праздник. И это тоже в виде игры. Как раз сейчас дети управляют новогодней машинкой, регулируют повороты вправо и влево, обходят препятствия. Ура! 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 Их подарков подготовлено на 300 ребят. Правда, за некоторых получают их родители. Сегодняшний праздник для детей с ограниченными возможностями. Мне больше понравилось, когда мы пели песни и когда был пушистик. Мне понравился Дед Мороз и Снегурочка. Мне Ети понравился. Я вообще обожаю Снегурочку. Я Дед Мороза. А кого еще? Снеговика. Снежинок. Мне еще нравится. И много зайцев. Потанцевали, попели, елочку зажгли. Теперь можно сделать классное фото на память с мультгероями, которые отправляются в путешествие по Приднестровью. Президентская елка в ближайшие дни состоится во всех городах страны. Владлен Тонковцева, Михаил Белый, ТСВ.